добрый день коллеги добрый день уважаемые слушатели меня зовут марита кмянина я ведущий этого вебинара так получилось что сегодня меня некому представить татьяна викторовна сопровождает наш вебинар только в чате поэтому я вам рекомендую смотреть за информацией которая появляется в чате внимательно потому что вы там сможете увидеть информацию и по предстоящим вебинарам и по тому как можно получить удостоверение за этот вебинар и другую очень важную информацию татьяна викторовна нам в чат выкладывает поэтому смотрите за чатом я думаю что информация будет повторяться давайте проверим качество связи если меня хорошо видно и слышно нажмите пожалуйста на огонечек который находится слева от чата отлично все значит видно и слышно и по поводу нашего общения в чате я предлагаю задавать в чате вопросы и я постараюсь на них отвечать я думаю что тема очень злободневная для многих педагогов если я вам не ответила на вопрос сразу это значит что я его увидел на ответ будет в вебинаре либо в конце но я постараюсь на вопросы по ходу дела отвечать сразу же поэтому пожалуйста их задавайте задавайте в чате и давайте будем общаться ну что же начнем почему я сказала что тема злободневная я думаю что вот у всех собравшихся в группе детского сада или в классе если вы работаете в школе есть один или даже не один а два или три ребенка с гиперактивностью потому что это состояние детское но довольно распространенное и по разным исследованиям детей с гиперактивностью у нас от 8 до 20 процентов то есть наверно у вас тоже есть один два ребенка или даже больше и совсем непонятно что с ними делать это первое такое вот наверное вопрос на наш вебинар что сделать если появился ребенок с сдвг и как с ним обращаться ну потому что если с ним обращаться как с другими детьми по тем же законам он может превратить вашу жизнь и жизнь детей в детском саду ну просто в сущий ад но это не обязательно потому что если понимать как нужно правильно выстроить подход к этому ребенку и как его воспитывать то вполне себе возможно что через некоторое время его поведение улучшится он научится себя контролировать и жить с ним будет ну более-менее нормально второе что я хочу на этом вебинаре рассказать то есть первое это то как ребенка воспитывать ребенка с сдвг а второе она касается личностного развития детей потому что когда допустим я вот имею дело с детьми с сдвг с детками которым уже 10 11 лет то там накладывается вторичная проблема то есть ребенок с сдвг он очень часто своих коллектива в детском саду а потом в школе не являются лидером а наоборот является ребенком с которым мало кто хочет дружить с которым дети не понимают как дружить и он оказывается в одиночестве или на положении изгоя и вот в сдвг самое страшное не отсутствие внимания и даже не активность излишне этих детей а то что идет социальная стигматизация в результате эти дети могут пристраститься с какой какой-нибудь зависимости вести себя не так как полагается в социуме ну и очень много детей с сдвг вольно или невольно становятся теми преступниками дату те кто совершает правонарушение и оказывается у справительных учреждениях то есть если неправильно воспитывать ребенка с сдвг то для него могут быть последствия самые самые печальные это все по результатам исследований ну давайте посмотрим на нашу проблему поглубже если есть вопросы или запросы по сдвг то вы можете уже начинать писать в чате разберемся что это такое начнем прямо сначала сдвг сокращением синдром дефицита внимания гиперактивности это сочетание определенных симптомов как говорят доктора это дефицит внимания гиперактивность импульсивность и еще это сочетание постоянное как мы обычно выясняем что у ребенка с сдвг мы начинаем получать жалобы или сами видим что ребенок невнимательный не усидчивый он не может продумывать действия и действует импульсивно то есть он сначала действует а потом думает также у этих детей возникает такое явление как неопрятность неаккуратность то есть он не в состоянии удержать в чистоте себя хотя мама старается очень сильно он не может вежливо себя вести постоянно нарушает правила поведения ну и в результате жалобы сыплются с двух сторон то есть мамы жалуются на поведение дома а воспитатели учителя жалуются мамам на то что ребенок невоспитанный и ребенок вот среди двух огней чувствовать себя не очень хорошо давайте посмотрим откуда берется вот такая проблема с поведением ребенка что происходит дело в том что у деток с сдвг мозг развивается немножко по-другому чем у других детей мозг формируется более медленно либо по каким причинам это может быть это может быть какой-то наследственный фактор то что называется генетическая предрасположенность когда мама допустим говорит ну вот у меня и муж был такой же шустрый ребенок весь в него так тоже бывает то есть есть люди которые к этому предрасположены это передается по наследству еще один вариант то что мозг по каким-то причинам развивается более медленно еще вариант это нарушение которое возникает во второй половине беременности и в родах обычно это связано с шейным отделом то есть вот когда происходят не очень удачные роды и нарушается кровообращение в шейном отделе то те части мозга которые отвечают за поведение долобные доли они страдают больше других сейчас объясню почему это происходит ну и еще вариант такой социальное возникновение сдвг это погрешности в воспитании когда у ребенка нету понимания что нужно делать у взрослых нету единых требований допустим мама говорит одно бабушка другое папа абсолютно 3 тогда ребенок просто расторможенный потому что он не знает как себя вести вот немножечко посмотрим по состоянию мозга я не зря даю вот эту анатомическую информацию потому что потом когда мы выясняем когда мы понимаем что происходит с мозгом ребенка мы понимаем как ему помогать за возникновение сдвг отвечают можно в кавычках сказать виновата 2 2 части мозга первое это редикулярная формация которая относится к древнейшим отделом нашего мозга и эта часть мозга которая отвечает за тонус за рефлексы за эмоциональное поведение за все за все то есть отвечает за энергию и еще за выбор направления внимания и второе что нам важно это лобные доли лобные доли до вот части мозга которые здесь подсвечены желтеньким оранжевым это часть мозга которая отвечает за наше выживание в социуме то есть здесь уже не биологическое выживание а то чтобы удержаться как социально значимый человек в кругу себе подобных и эти лобные доли отвечают за то чтобы мы могли проявлять волевые качества чтобы мы могли ставить цели принимать решения а также чтобы могли себя сдерживать для того чтобы соблюдать общепринятое поведение то есть быть вежливым опрятным и выполнять нормы поведения которые приняты в нашем обществе вот лобные доли это достаточно сложное образование но с точки зрения эволюции с точки зрения мозга другие части мозга которые отвечают за нашу безопасность за то чтобы мы получали разную информацию от наших анализаторов то есть за впечатления ощущения эмоции для мозга для эволюции эти части считаются более важными поэтому если кровообращение мозга нарушена то страдают лобные доли ну и лобные доли это часть мозга которая развивается уже после рождения ребенка в основном не развиваются до 25 лет то есть сейчас по исследованию психологов человек может считаться абсолютно взрослым 25 лет потому что в это время окончательно созревают воля целеполагание и другие качества присущие взрослым людям вот то есть смотрите еще раз ретикулярная формация которая отвечает за тонус и лобные доли которые отвечают за жизнь социуме как мы понимаем что у ребенка есть сбои в нервной системе когда мы подозреваем что ребенка сдвг я вам очень советую сначала опросить маму и задать ей вопросы о том как ребенок вообще рождался развивался и рос и если мама даст вот такие вот нам сведения что допустим когда ребенок был маленьким он плохо спал плохо кушал срыгивал захлебывался как только встал на ножки он не пошел а начал бегать и он всегда в движении а если это ребенок уже дошкольник и вы видите что он не может высидеть занятия не может контролировать свои эмоции у него есть приступы ярости и истерики или мама говорится то что у него есть и норрес тогда вероятнее всего что мы имеем дело со сдвг что дальше то есть если ребенок более взросленький на всякий случай говорю вдруг здесь есть у нас педагоги школьные у школьника сдвг проявляется как недостаток воли и неумение поставить цели у подростка как компьютерная зависимость и другие разные зависимости ну и еще постоянная тревога и неудовлетворенность и некая эмоциональная притупленность вот два последних симптома что как можно сказать это уже результат вторичной стигматизации то есть результат того как ребенку относится в социуме то есть ребенок который в результате сдвг получил ну заниженную самооценку который не принят своими сверстниками и родителями и который получал столько шишек что решил больше ничего не чувствовать но он все равно чувствует тревогу это вот показатели для подростка с сдвг с подавленным либо ну с плохо компенсированным вот что такое стигматизация здесь я хочу сказать потом пойдем дальше что такое стигматизация смотрите для тех кто сталкивался с сдвг я хочу спросить вот такую интересную вещь представьте себе что у вас группе появился ребенок слепой с отсутствием зрения и вы например говорите и этому ребенку слушай я очень хочу чтобы ты начал видеть давай ты пожалуйста начни видеть и тогда мы будем к тебе относиться хорошо и выговорить его родителям ваш ребенок ничего не видит сделайте пожалуйста так чтобы он лучше видел но ситуация абсурдные согласитесь да потому что никто из нас так не делает но почему-то когда нам попадаются ребенок с сдвг мы иногда начинаем делать такие же вещи то есть мы ребенку говорим ты пожалуйста веди себя хорошо тогда мы будем себя тебя любить и родителям говорим ваш ребенок ведет себя плохо поэтому обеспечьте пожалуйста воспитательный момент и чтобы ребенок вел себя хорошо почему я сравниваю вот эти два состояния да потому что важно понимать что ребенок с сдвг ведет себя плохо не потому что он хочет так вести а потому что он по-другому себя вести не может не может себя вести не потому что родители не старались или вы не старались а потому что его нервная система не дает ему хорошо себя вести поэтому состояние сдвг мы работаем прежде всего с нервной системой а потом с какими-то воспитательными моментами и больший акцент мы будем делать на создании необходимых условий для ребенка для на то чтобы создать атмосферу принятия на то чтобы обеспечить комплексную помощь ну и на то чтобы дать ребенку возможность разгружаться где-то выплескивать свое желание много подвигаться и конечно же будем создавать для ребенка условия в которых он сможет тренировать свои лобные доли которые у нас тоже тренируются это уходит иногда много времени но оттренировать это можно вне да спасибо екатерина мне всегда очень грустно когда я вижу детей с сдвг с вот это уже вторичной травмой психологической травмой очень трудно с этим работать я практикующий психолог поэтому детки детки таки иногда ко мне приходят и в группы на индивидуальные консультации ну лучше сразу же не допускать чтобы так у нас получалось тем более что есть возможности ну и хочу например сказать как у нас устроены группы в которых есть дети с сдвг может быть вы скажете что такой вариант недопустим а может быть вы что-то возьмете себе группы детей где у нас есть детки с сдвг мы оборудуем определенным образом сколько у нас тренинговые группы там и часть столик замечаю заменяем на мечи прыгунки и деткам которым трудно высидеть на столе какое-то время мы их усаживаем на мечи конечно они прыгают но они на стульях все равно тоже прыгают при этом они ломают стулья валятся с них травмируются и мешают другим детям а здесь ребенок он может прыгать на мече или балансировать на мече да и при этом оставаться в контакте с другими детьми то есть ребенку с сдвг очень нужно погасить вот эту свою гиперактивность и они со временем начинают учиться носить свою гиперактивность потом детки иногда могут высидеть на столе если у них в руках игрушка для разгрузки например один мальчик у нас на занятия приходил с резиновой игрушкой скелетиком он все занятие его вот так вот растягивал в руках но ему при этом становилось легче то есть вот такие вот физиологические моменты тоже можно сделать еще у нас есть стол разгрузки то есть если детки есть гиперактивная то мы ставим в угол отдельный столик на этом столе есть бумага которую можно мять рвать рисовать на ней лего очень хорошо спасает потому что заметили что дети с сдвг они любят заниматься лего видимо тоже каким-то образом компенсирует это и вот мы все это выкладываем на столик разгрузки и им можно пользоваться при одном условии что ребенок не мешает другим что он выполняет общее правило и что он делает все это тихо то есть ребенок сделал все что нужно он показывает глазами можно мы макиваем можно и он идет к столику разгрузки или также по но глазной контакт он спрашивает можно в коридор там пробежаться по коридору можно идти вышел пробежался вернулся обратно вот и таких вот приспособлений которые ну не занимают если честно больших сил наших и времени а ребенку очень сильно помогают можно придумать много вот как устроена нервная система ребенка с сдвг они видят слышат воспринимают также как другие дети они очень хорошо запоминают новую информацию и мне всегда удивительно до сих пор как они это делают на бегу то есть он бегал 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 спрашиваешь его он все знает то есть и на бегу тоже воспринимается информация у них часто очень хорошая память которая компенсирует их шустрость правило они тоже хорошо по моему понимают но тело не дает им следовать тело зовет их победить ну и дети всегда дружелюбные и готовы пойти на контакт если их уже не замучили неправильным воспитанием к этого времени даже больше могу сказать что дети с сдвг они очень чувствительны к социальной похвале и если вы начнете ребенка хвалить особенно при всех хвалить когда он сможет сделать сделать над собой усилие и начать выполнять хоть немножко установленное правило поведения что получается плохо и в чем ребенку нужно помочь у него не получается долго работать на свою цель не получается регулировать свое поведение не получается но отделять шум от основного задания и не отвлекаться от выполнения задания то есть для него сосредоточиться очень трудно если он сидит на занятии и занимается тем чем вы все занимаетесь то он еще точно также в поле удерживает птичек на ветке за окошком нянечку которая ходит там дальше до готовится и все это для него как бы сигналы одного уровня одного одной громкости поэтому он вычленить нужно сигнал не может и еще дети не могут удержать эмоции под контролем это тоже физиология то есть у него механизмов для удержания эмоций нету или их очень очень мало вот такой вот портретик ребенка со сдвг кто нашел в таком портрете ки своих воспитанников поставьте пожалуйста огонечек у кого такие детки есть теперь будем думать что же с этими детьми нам делать как поступать чтобы не убиться самим на работе и хорошо помочь этому ребенку лучше не плюсики в чат лучше огонечки ставить так веселее а чат мы занимаем под вопросики ладно огонечек это внизу слева от чата кнопочка можете нажать на эту кнопку и огоньки появится все ясно разобрались комплексное сопровождение ребенка со сдвг сразу же честно скажу что если у вас ребенок со сдвг в группе тогда в одиночку справляться будет очень трудно или даже вообще невозможно ну то есть вы как-то будете существовать с этим ребенком но хорошо это сделать не получится потому что это комплексная проблема и работать над ней нужно все-таки компании первое с чего я хочу начать что эта проблема она во многом медицинская и очень хорошо иногда помогает именно медицинское сопровождение но в чем здесь наша задача как педагогов когда мы видим что ребенка с сдвг мамы могут действовать по-разному некоторые мамы прямо приходят и говорят меня такой ребенок со сдвг вот а многие мамы уже до вас побегали по детским садам я знаю ребенка у которого каждый год менялся детский сад и школа потому что не мог он нигде удержаться есть мама который не признаются ни за что есть мамы которые будут вас обвинять в том что вы плохо воспитываете ребенка но тем не менее если вы сможете маму направить к врачу этим занимается невролог детский то вам будет намного намного легче почему мама не хотят признавать проблему идти к врачу потому что они считают что если они признают проблему ребенка будет диагноз сдвг то ему будут закрыты двери во многие блага да детские и еще они очень боятся идти к неврологу потому что ребенка напичкают лекарствами и ребенок будет овощ вот здесь честный откровенный разговор про медицину иногда очень сильно помогает и поэтому я сдаю здесь информацию красными буквами написала что все назначает врач и хотя я точно знаю название препаратов которые помогают при сдвг я вам их не скажу потому что это должен назначить врач но я знаю что такие препараты есть и иногда они действуют на ребенка абсолютно удивительным образом и он начинает контролировать свое поведение для мамочек мы можем сказать что обычно терапия сдвг она заключается в том что ребенку назначают либо на тропы то есть это препараты которые стимулируют умственную деятельность или адреносимпатами медики ура я это выговорила которые имитируют действие естественных биологических активных веществ и они могут стимулировать либо притормаживать работу центральной нервной системы так вот вы мамам говорите простыми словами что ребенка с сдвг врач лечит не успокаивающими препаратами потому что валерьянка тут не поможет а с точностью да не оба да наоборот дают препараты которые помогают напитать мозг ребенка помогают лучше работать его нервной системе и когда ребенок начинает принимать эти препараты нервная система начинает работать лучше и поведение ребенка волшебным образом улучшается один раз стоит маму уговорить посетить хорошего невролога и потом уже мама понимает как это здорово и идет на лекарственную терапию идет на дополнительные какие-то формы лечения ребенка и нам всем становится легче поэтому здесь наша задача если вы видите что ребенку это нужно маму очень нежно и ласково направить сторону невролога дальше еще в одну сторону тоже надо направить это в сторону психо психолога психологическая коррекция что делает психолог здесь я вам посоветую конечно нейропсихолога и нейропсихологические упражнения благо что это сейчас доступно во многих городах и очень спокойно можно найти какие-то группы нейропсихологические что делает психолог дает специальные упражнения направленные на то чтобы ребенок учился быть внимательным и кстати сегодня эти упражнения вам покажу несколько из арсенала нейропсихолога чтобы поняли как это работает учит быть переключаемым гибким учит ребенка выдерживать длительная двигательная программу ну и учит ребенка помогать себе речевыми программами в деятельности потому что у детей с сдвг у них как бы нету речевого сопровождения своих действий когда она появляется ребенку становится легче где найти хорошего невролога вопрос конечно интересный поскольку мы в разных городах находимся с вами абсолютно поэтому искать придется в своем городе можете в чате делиться конечно но вот обычно ищут но честно скажу что если еще то находят потому что хороших специалистов много вот много очень за пределами государственной медицины и эти услуги они вполне себе даже бюджетны то есть ну по екатеринбургу это средняя цена 1000 1500 за консультацию это в принципе нормально вот дальше что делает у нас психолог помогает развить функции контроля тоже специальными упражнениями и процессы планирования вот дальше уже дело наш педагогов да когда мы получаем ребенка то понимаем что во первых работа должна строиться индивидуально поэтому ребенка можно направить также мягко и нежно на пмпк пмпк пишет заключение про индивидуализацию развития и вы на основе этого заключения пишите индивидуальную маршрут да как у всех по-разному называется индивидуальный образовательный маршрут и так далее вот и зачем нам этот индивидуальный образовательный маршрут там чтобы мы могли в него включить допустим и психолога или логопеда логопед тоже нужен часто детям создавая и может быть педагога коррекционного а может быть в этот же индивидуальный маршрут для ребенка могли включить особые условия режима до скольки лет психолог нейропсихолог обследуется 3-4 лет уговорить родители на что-то бывает очень трудно я согласна ну вот здесь мы когда мы отталкиваемся от аргументов пользы ребенка то у нас чаще всего получается вот второе вы усаживаете ребенка так чтобы он всегда был в поле зрения то есть если это занятие то он сидит на первой парте вот если это круг то он сидит с вами рядом у нас была группа тоже в которой были дети создавали когда мы были на круге ну то есть когда дети в круге и мы что-то им рассказываем дети создавая у нас сидели под руками то есть он сидит и мы честно говоря делали массаж спины ну сидит под рукой немножечко его массируешь спину и он сидит спокойно какое-то время потом они уже привыкли и сами под руки подлезали и все было более-менее спокойно вот это тоже важно то есть где ребенок находится дальше индивидуальный подход дальше вы обращаете внимание на то чтобы у ребенка были циклы отдыха ну то есть за занятие допустим за ваше занятие которое вы проводите вы ребенка один или два раза выпускаете или побегать или поразмяться причем это можно сделать абсолютно легально вы можете попросить его допустим налить водичку на всех раздать кисточки что-то еще но вы всегда держите в голове что ему нужно пробегаться если вы даете дадите ему такую возможность пробегаться то ваше занятие пройдет более-менее спокойно то есть прям постоянно его поднимайте давайте походить вот это тоже мы учитываем и смотрите как правило у детей с сдвг информация на получение знаний она не высока то ли им это не интересно то ли они схватываются очень быстро то что тем быстрый процесса всех психических и они очень быстро все схватывают но у ребенка очень высокая мотивация на получение признание похвалы вот это у них дефицит всегда признание похвалы поэтому вы делаете акцент на это ну и ребенку нужно больше времени чтобы сосредоточиться то есть если он играл и у вас по плану занятия дальше идет тогда вы выдергиваете его не в последний момент а допустим ему тихонько говорите слушай сашенька или петелька там нас через пять минут будет занятие ты сейчас до игра и потихонечку начни складывать уже игрушки вот то есть вы ему даете больше времени на то чтобы он мог перейти от одной деятельности в другой вот то есть физически не может не двигаться то я уже сказала что его надо подвигать и и первое что о чем с ним можно договориться что если тебе нужно попрыгать побегать пошутшать то ты это делаешь тихо так чтобы не отвлекать других детей кстати еще не было варианта чтобы дети это не понимали даже самые маленькие так ну и проблемы с поведением по организации занятий рассказала немножечко вот обычно этих вещей уже хватает и проблемы связаны с поведением то что ребенок импульсивный то есть он не думает о том что он делает то что есть агрессия и она часто защитная выученная то что он не чувствует личных границ и нарушает их и в результате у него очень низкий социальный статус среди сверстников как мы решаем эти проблемы то есть мы повышаем мотивацию всегда ему говорим какая награда ждет этого ребенка если все хорошо сделает боремся с хаосом обычно мы выстраиваем определенный режим дня то есть когда ребенок знает режим я его легче этому режиму следовать а если у вас режим дня еще где-то в виде карточек то ему становится вообще легче то есть ребенок может с опорой вот на этот режим на эти карточки на себя как-то простраивать и планировать про активность сказала удерживая внимание обратите внимание что ребенку создавая чтобы удержать внимание нужно больше чем другим ребятам поэтому это будут какие-то яркие внезапные удивительные вещи которые попадают в его поле зрения это будут какие-то картинки картинки больше чем слова вот ну и этого тоже должно быть много и помощь социализации здесь сложности с ребятами бывают ну вот как мы допустим эти сложности решаем я всегда действую очень честно и я ребятам прямо при ребенке гиперактивным говорю вот мы все разные у нас темпы разные и допустим вот этот ребенок он не так делает не потому что злой а потому что он так себя ведет и по-другому пока вести себя не может это так работает его тело то есть мы здесь честны абсолютно и вот это снимает излишек агрессии то есть дети понимают обычно что ребенок так так устроен и не сильно протестуют если он сидит на мече они на столе не сильно обижаются если он выходит побегать во время занятий например и улучшаются отношения с ребенком ну и очень важно выделить лучшее качество детей с сдвг на которые за которые мы можем похвалить и за которые дети их будут признавать попробуйте сделать ведущими в активных играх потому что это дети очень шустрые бойкие быстро и в активных играх они проявляют себя очень хорошо ну и почаще вызывайте помогать таким образом вы подчеркиваете статус ребенка понимаете что вы на него рассчитываете что он ваш помощник ну и одновременно он еще и походит побегать вот ну и эмоции эмоции у ребенка с сдвг яркие они проявляются очень ярко и хорошо но с одной стороны это создает сложности потому что он может идти в истерику а с другой стороны раз они движут двигают его состоянием больше чем у других детей мы можем их использовать и попросить его эмоции играть на нашей стороне мы делаем материал учебный более эмоциональным мы постоянно включаем занятия уроки новизну интерактивность положительные эмоции это всегда похвала удивление какое-то ну и очень хорошо работает дополнительная мотивация конкурсы призы и бонусы символическая экономика и многие другие вещи символическая экономика это деньги символически но у детей постарше могут быть и настоящие деньги то есть если все хорошо сделал получаешь деньги если нет то нет и уважаемые коллеги и вот с такими детьми очень хорошо работает принцип зеленой ручки кто знает что за принцип зеленой ручки поставьте плюсик чат ага и плюсики и минусики тогда быстро объясню смотрите некоторые умные педагоги в школе используют не красную ручку а зеленый если красной ручкой учитель подчеркивает ошибки дата зеленой ручкой мы подчеркиваем то что хорошо правильно и красиво написано то есть принцип зеленой ручки это значит что мы видим и выделяем хорошие на плохое не обращаем внимание вот этот принцип тоже используйте то есть побольше видите в этом ребенке хорошее потому что детки на самом деле очень добрые они очень эмоциональные отзывчивые и хорошие помощники если правильно поставить работу так вопрос как бы с детьми которые не соблюдают режим дня а родители на это закрывают глаза течение дня такой ребенок проявляет агрессию и плаксивость и как быть в случае если ребенок со сдвг проявляет поведенческие выпады баловство причинение вреда другому ребенку неслышание педагогов смотрите опять-таки во первых зеленая ручка то есть вы показываете как хорошо и хвалите да когда он что-то не так делает вы это молча и как можно тише пресекаете да то есть конечно мы проговариваем говорим что этот поступок неправильный а вот то что ты помог допустим накрыть на стол и подготовить все все материалы для аппликации вот это поступок правильный то есть всегда когда мы применяем критику то мы сверху поливаем похвалой обязательно неслышание педагогов смотрите это это не поведенческие выпады это проявление может быть ну проявление его состояния то есть он может вас реально не слышать потому что есть вы есть дети которые машинки гоняют и птицы за окном есть что-то еще и ему ваш голос и шума реально сложно выделить поэтому еще раз вот то с чего я начала те вещи которые вы можете принимать как плохое поведение для ребенка просто не умение сдержать себя то есть это чисто физиолог физиологические вещи и их тоже нужно воспитывать не только на уровне поведения но и на уровне физиологии через игры определенные об этом тоже я хочу вам рассказать вот дополнительно ко всему еще очень хорошо помогает правильная нейрокоррекция когда нейрокоррекционных занятиях развиваются отделы мозга которые нам нужны которые запаздывают для нас это ретикулярная формация и лобные доли как проходят занятия это растяжки дыхательные упражнения упражнения для глаз языка пальчиковая гимнастика координация это у нас на ретикулярную формацию на стволовые отделы мозга то есть мы с помощью специальных упражнений мозг ребенка тренируем и мозг начинает работать лучше то есть дыхательные упражнения работают хорошо разные нейрогимнастики тоже работают хорошо и вы их можете включать в разминки допустим или в какие-то физминутки на занятиях пальчиковая гимнастика очень хорошо работает и развивает и умение сосредоточиться и умение ну действует действовать более осмысленно вот и дальше мы берем еще упражнения которые развивают лобные доли это повторение разных ритмов это огромное количество игр где нужно действовать по команде это упражнение на развитие логического мышления и обязательно учим детей расслабляться потому что многие вещи с гиперактивностью связанные они решаются именно расслаблением и даже не побоюсь этого слова медитации потому что медитация таким детям тоже помогает не спит во время тихого часа возможно он не успевает перестроиться на тихий час возможно он таким образом устроен поговорить с свидетелями сколько он спит дома вот ну и второй вариант находить ему какое-то тихое занятие на тихом часе если он не спит ну и чтобы он этим занятием занимался не мешает таким детям если несколько детей с сдвг то до сотрудничать они не могут их лучше включать в общий процесс ну и каким-то образом разводить либо давать задание где они могут работать вместе не с сотрудничая но не соперничая то есть занятие на двоих какое-то вот то есть еще раз специалисты которые нам нужны это детский невролог нейропсихолог и семейный психолог если проблемы есть с родителями они там тоже есть об этом тоже расскажу сдвг и раз в одном лице осмотреть что основное юлия то есть там возможно что основной это раз и тогда занимаемся раз это невролог должен определить потому что там даже картина работы мозга будет разной дополнительные специалисты какие еще есть есть кинезиолог кинезиологи тоже хорошо помогают это вот те специалисты которые нужно мама отправить для того чтобы она получила еще помощь есть босс терапия это специальные компьютерные программы которые помогают ребенку делать его мозг более внимательным если так вот образно сказать ребенку надевают на голову такую шапочку как когда мы сдаем энцефалограмму мозга и от этой шапочки идут сигналы на монитор на программу если ребенок внимателен то он видит мультик или может играть в игру как только его внимание рассредотачивается мультик пропадает и вот чтобы вернуть мультик он должен сосредоточить внимание вот такие вот программы есть специальные для детей с сдвг и они очень хорошо помогают если ребенок начинает истерить то мы работаем с истериками каким образом мы учим ребенка видеть свою истерику в самом начале расслабляться здесь очень хорошо помогают упражнения на расслабление вот или помогаем с истерикой справиться тоже с помощью упражнений допустим дыхательных истерят они да очень любят истерить вот смотрите игровая психокоррекция что это такое это вообще очень классная вещь которая может помочь нам работать с сдвг улучшить состояние ребенка улучшить его настроение и вообще работоспособность в группе то есть мы берем специальные игры на каждую проблему своя игра и эти игры предлагаем детям например мы можем взять игры на развитие внимания которые у ребенка страдает причем разное игры на развитие зрительного внимания слухового вестибулярного и так далее или по каким-то компонентам внимания например одна игра на то чтобы зафиксировать внимание другая игра чтобы быстренько переключить распределить и так далее игр таких много дальше игры на тренировку усидчивости игры на тренировку выдержки и контроль импульсивности тоже отдельным номером дальше когда мы все это детям даем и они становятся чуть получше мы даем игры с 2 единой задачи например быть внимательным и сдержанным и так далее а потом уже игры с 3 единой задачи где мы уже осуществляем целый комплекс разных воздействий например ну вот здесь с примеры игр я могу сказать игр гораздо больше и в презентации есть активная ссылочка на сборник по нейрокоррекционным играм сборник очень хороший авторский я его вам рекомендую очень сильно и по нему удобно работать например игра мельница развиваем внимание и контроль двигательной активности начинаем перебрасывать мячик из рук в кто мячик проворонил тот из игры выходит вот или когда когда все получается мы запускаем мячик в другую сторону допустим каждый игрок может изменить направление мяча то есть мяч идет у нас по кругу от игрока к игроку говорим меняем направление и мячик кидается в другую сторону тоже начинают передаваться эта игра учит детей быть более внимательными и очень нравится на идее отличия наверняка вы это знаете тоже еще любимое упражнение тишина я сбор ссылочка на сборник будет презентации тишина когда мы говорим ребенку давай сейчас послушаем тишину и сосчитаем звуки которые ты услышал то здесь тоже очень важно ребенку сосредоточиться и не закричать золушка игра на распределение внимания берем как для золушки смешиваем белую коричневую фасоль или вариант для мальчишек смешиваем разноцветные фигурки из лего также можно взять белые черные и нужно кто быстрее их разобрать на две кучки ну вот распределение внимания на такой игре тренируется аисты лягушки тренировка внимания контроль двигательной активности когда хлопаем один раз ладоши ребенок встает позу аиста на одной ноге два раза это лягушки на три раза можно ходить что здесь мы добиваемся этой игрой того что ребенок нас начинают слышать и обращать внимание на наши сигналы хотя бы на хлопки в ладошки вот ну вот теперь автор автор шевченко и книга называется игровая психокоррекция при работе с гиперактивными детьми очень рекомендую благодарю автора за то что сделал свою книгу и рекомендую вам обратиться к этому сборнику еще вопрос как быть с ребенком который в период истерики говорит что он никому не нужно его никто не любит педагог успокаивает говорит что мама хорошая мы тебя любим со стороны педагога все верно в поступках как провести работу с родителями чтобы они оценили ситуацию вода работы с родителями сейчас мы с вами уже и дойдем и июля попробую вам ответить как раз на этот вопрос и так родительская позиция вот если совсем по-честному наблюдая семьи с гиперактивными детьми я увидела одну интересную закономерность вот кто ее тоже увидел поставьте пожалуйста огонечек потому что мне важно понимать что это не моя выдумка некая такая закономерность уже подумать на эту тему смотрите обычно в семьях с гиперактивными детьми есть мама или папа которые очень любят контролировать все и всех вокруг то есть взрослые с гиперконтролем это вот такие правильные взрослые которых все должно быть по правилам все правила должны всегда выполняться и никаких отступлений от правил поведения не может быть поэтому такие родители сейчас одну секундочку хочу подключить питание вот такие родители очень плохо воспринимают своего ребенка с сдвг считая высущим наказанием и здесь иногда работа с родителями проходит таким образом что мы выводим родителей на осознание того что ребенок пришел в их жизнь зачем-то и может быть за тем чтобы сделать самого родителя более гибким к разным переменам более гибким к разным правилам ну и вообще наладить жизнь с ребенком совсем по другим канонам очень часто когда у родителей вот такая вот гиперконтролирующая позиция они когда ждут ребенка они уже все за него решили каким он будет с каким характером как они будут к нему относиться и вот тут рождается это маленькое чудо которое носится кричит и не дает им спать первый год и потом приносит замечания целую кучу и вот здесь начинаются проблемы с родителями что обычно такие родители ждут от рождения ребенка первое наша семья будет полноценной потому что по канонам семья без ребенка не полноценная и нужно чтобы быть правильным родить ребенка дальше я буду самой лучшей мамой вообще как ну просто вот классика жанра а если ребенок плохо себя ведет кричит и устраивает истерики я не самая лучшая мама ну значит что с этим надо делать вот нужно что-то сделать с ребенком и не с собой мужчина наконец-то поймет что значит ответственность конечно он поймет что такое ответственность особенно с гиперактивным ребенком мой ребенок будет самым счастливым лучше детский сад школа институт вот то есть если у родителей такие ожидания то они либо поведение ребенка игнорируют либо его пытаются загнать жесткие рамки но социально приемлемого поведения то есть или не замечают вообще такие родители будут приходить и говорить это он у вас орет в садике а дома он себя ведет очень хорошо то есть это вы плохо воспитываете тоже классика жанра либо родители будут держать ребенка в ежовых рукавицах и он на вас будет отрываться детском саду нарушая какие-то правила поведения так или иначе дальше родители переходят к угрозам наказанием запугиванием либо поощрением каким-то но это не работает потом сдают нервы появляются обида скрытая обида по отношению к ребенку повышенная эмоционально жестокое отношение и затем уже отдаление где родители и дети перестают быть эмоционально близкими у меня как-то на выездной программе был ребенок создавая ну уже с прошедшим сдвг потому что где-то годам к 9 10 они все-таки израстаются вот и этот ребенок когда что-то не так делал он сразу говорю ну конечно я и не мог хорошо сделать потому что я был без уроки у меня растут от соответствующего места вот он проговаривал это на автомате и я понимала что это не его слова и за смену худо-либеда нам удалось его довести до мысли что он нормальный и любой человек может совершать ошибки вот то есть он был воспитан таким образом что любая ошибка приводила к жесткой критике родителей отца прежде всего и поэтому ребенок был очень в себе не уверен вот что мы советуем родителям первое правило это быть взрослым то есть очень часто родители на детей перевешивают свои эмоции и мы говорим о том что никакой ребенок даже с самым ужасным поведением не должен влиять на ваши эмоции ваши эмоции это ваша ответственность а вот эмоции настроение состояние ребенка это тоже ваша ответственность и вы в силах сделать так чтобы ему было хорошо второе правило очень важно это быть на стороне ребенка то есть когда ребенок проявляет черты сдвг родители иногда его ну как бы вместе с сдвг забрасывают на другую сторону баррикад то есть они говорят что ты плохой ты нехороший ты плохо себя ведешь вот когда хорошо будешь себя вести мы тебя полюбим обратно вот быть на стороне ребенка это значит говорить есть ты и я мы видим твои проблемы мы знаем про эти проблемы с тобой вместе эти проблемы будем решать вот это нормальная родительская позиция которая дает нам возможность наладить отношения с ребенком и решать но и для родителей что важно для очень важно дать понять что ребенку такому нужен режим и чем четче будет режим у ребенка тем он будет спокойнее вы наверное замечали по своим детям с сдвг что они допустим к среде в четвергу компенсируются в пятницу понятно что они бегают и кричат потому что они устали за неделю вы их отправляете домой на выходной а в понедельник он приходит с нуля и он начинает снова бегать кричать и вас не слышать потому что в эти выходные может случиться дома много чего интересного ребенок точно не спит на дневном сне потому что родителям некогда или просто шумно родители могут запихнуть в этот выходной день много разных интересных вещей гости зоопарки центры развлечения с прыжками с батутами с кафе с кино и так далее ребенок просто перевозбудиться то есть он нарушил режим он допустим поздно лег поздно встал и вот это вот нарушение решила еще больше расшатала нервную систему и вы получили очень активного ребенка в понедельник поэтому лучше с родителями скоординировать режимы как будет проще всем чтобы режим был примерно похожим детском саду и дома дальше ритуалы и традиции смотрите для ребенка со ствг очень важно иметь какие-то опоры за эти опоры может зацепиться в своей бурной жизни и как-то более-менее себя сдерживать но опоры в виде штатбаумов наказания они работают плохо вот поэтому мы можем например сказать ребенку в 9 часов ты должен лечь спать потому что тебе в детский сад рано вставать да вот должен и все и понятно что в 9 часов будет маленькая битва за отхождение ко сну а можно сделать по-другому можно сделать ритуал отхождения ко сну в котором например будет укладывание игрушки теплый душ теплое молочко или чай с печенькой мамина сказка и это будет ритуалом то есть мы говорим ребенку все пора сходить душик молочко согрето печеньки готовы сказку я нашла давай уже и вот этот ритуал его будет держать более-менее в простроенном состоянии таких ритуалов можно придумать много и кстати в группе тоже такие ритуалы вы можете придумать потому что если это полезно гиперактивному ребенку другим точно не вредно то есть какие-то ритуалы встречи может быть тот же ритуал отхода к дневному сну ритуалы прощания ритуалы сборную прогулку и так далее вот дальше цели вот ребенку цель то он может поставить ему добиться этой цели достаточно сложно поэтому здесь тоже помощь родителей нужно это могут быть какие-то планы которые висят на стенке это может быть чек-лист с шагами к этой цели может быть что-то еще но вот здесь родители должны ребенку помочь каждом шаге и хвалить 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 еще раз хвалить говорила недавно с мамой которая своего ребенка предпочитает ругать ну как хвалить за что его хвалить шумный вредный плаксивый все разрушает и мы с ней целую встречу искали поводы для похвалы своего ребенка поэтому вот в этом в этой ситуации с гиперактивными детьми но критика нам вообще никак не поможет ну и вот как регулировать поведение в семье первая я плюс ты и проблемы с поведением эти слайды можете использовать для родителей я уже сказала дальше четкий режим неукоснительное соблюдение правил и здесь очень хорошо помогает вообще внутри семейный свод правил то есть их пишут вставляют в рамочку и по этим правилам живет вся семья что еще важно одинаковая реакция на поведение ребенка со стороны всех взрослых родственников то есть если папа сказал нельзя то бабушка не жалеет не уговаривает папу что один разочек можно допустим посетить до 10 часов и не лечь в 9 вечера вот все договорились что один говорит другие слушают и еще важная вещь это реакция на ребенка которая не зависит от настроения родителей то есть в хорошем настроении в плохом но родители выдают одну и ту же реакцию бывает же так у мамы хорошее настроение значит мы с тобой сегодня идем куда-нибудь гулять мама плохое настроение виноват игрушки разбросаны и так далее вот этого не должно быть и об этом тоже родителям говорим ну и если ребенок так секундочку если ребенку что-то говорим просим сделать тогда нужно давать очень четкие инструкции такие как порядок действий хранитраж потому что ребенку создавая слова при перебери кухню это просто слова которые в одно ухо влетят а в другое уже их и не видно поэтому мы четко говорим например прибери кухню сначала помой посуду вытри столы подмети пол и сделай это пожалуйста с 3 до 4 ну и можно все это добавить сладостью допустим можно ребенку говорить что слушая вот сегодня с работы приду и мы с тобой можем сходить в кино на мультике но у нас останется проблема прибраться в кухне если ты это можешь сделать до четырех часов тогда мы с тобой успеем сходить на мультике если нет то мне придется прибирать кухню вечером и ребенку пишем чек-лист прямо на листочке бумаги помой посуду поставь галочку вытри стол поставь галочку подмети пол поставим галочку вот ну и ребенок это может сделать может сделать наполовину но мы все равно его очень сильно за это хвалим к сожалению наше время истекло час прошел незаметно но вы все сможете получить презентацию и там будет еще один бонус в конце презентации а сейчас вам покажу и вы его посмотрите как спланировать и провести занятие для активизации внимания ну это шаблон занятия почему я хочу показать вот именно такой шаблон потому что в нем учтены и физиологические моменты то есть то есть здесь есть моменты нейропсихологического подхода и обучающие моменты то есть когда мы занимаемся с ребенком создавать готовы сначала создаем комфортные условия дальше мы активизируем естественные механизмы внимание то есть мы грубо говоря разгоняем мозг и готовим его к работе хороший после этого мы даем основные упражнения вот и здесь есть образцы этих упражнений и потом мы в конце занятия даем ребенку какую-то вкусняшку то есть или порисовать то что они очень любят или очень приятное упражнение на медитацию здесь тоже у нас они есть либо действительно какую-то небольшую награду вот я сейчас пролистнула очень быстро суть вам понятно а сами упражнения вы сможете посмотреть на презентации когда ее скачаете вот ну и вроде бы на все вопросы я ответил давайте сейчас еще вопросах посмотрю и вот смотрите по моим сведениям и по моим наблюдениям пик сдвг это опять 6 лет когда особенно когда он совпадает с кризисом первоклассника то там вообще вот самое тяжелое время если родители занимаются ребенком хорошо так 90 годам становится поспокойнее вот но к 12 годам когда начинается пубертат там механизмы все которые мы нарабатывали так долго они отключаются по физиологическим причинам то есть там гормоны вступают в ход и поэтому ребенок у которого с детства было сдвг может дать как бы второй такой скачок сдвг в 12 лет вот но если к этому времени не испорченные отношения если к этому времени наработаны механизмы саморегуляции те же самые игры медитации дыхательные упражнения что-то еще то со вторым скачком родителям справиться легче уже вот но это по моим наблюдениям ну и что еще могу сказать что сдвг сохраняется на всю жизнь как сейчас уже доказано поэтому мы с детства ребенку формируем какие-то механизмы которые ему будут помогать вот с таким устройством нервной системы жить всю жизнь ну делать себя более организованным делать себя более собранным ну и обычно когда человек нарабатывает механизмы он и всю жизнь пользуется вот на этом заканчиваем спасибо большое что вы были такими заинтересованными слушателями я желаю вам успешной работы с вашими детьми скачивать вебинар приходите еще буду рада вас видеть встречаться с вами на этой площадке большое спасибо организатором татьяне викторовне который нас сопровождало запись вебинара будет она через некоторое время появляется на канале youtube насколько я знаю вот презентацию вы можете скачать и забрать так что все у нас хорошо всего доброго и я думаю что сейчас будет еще информация по получению сертификатов татьяна викторовна напишет в чат поэтому давайте сделаем так чтобы лента не бежал очень быстро давайте договоримся что спасибо вы выражаем огоньками вот а нужную информацию если татьяне викторовне сейчас нужно она напишет можно огоньки ставить вот я их тоже вижу не менее они в чате сбоку сбоку слева внизу от чата огонечек есть кнопочка такая ну все я все сказал что хотела и я с вами прощаюсь до новых встреч всего доброго